Добрый вечер! Вы смотрите большой выпуск новостей на телеканале НЕСЕЙ в студии Ксении Митрофанова. И сегодня в прямом эфире мы предлагаем обсудить, какой летний отдых вы запланировали для своих детей. Что вы считаете полезным и интересным именно для своего ребенка? Можете этим поделиться с нами. Мы ждем ваших сообщений в Вайбере или в Ватсапе по номеру телефона 8 933 336 71 72. И за самые интересные сообщения мы вручим подарок. Но сейчас коротко о событиях сегодняшнего дня. Губернатор Виктор Толоконский поздравил студентов и преподавателей Аэрокосмического университета с Днем космонавтики. Как прошло торжество. Желаю, чтобы всегда наш университет был популярным среди молодежи, чтобы в него стремились поступить, чтобы здесь росли выдающиеся ученые, выдающиеся исследователи, выдающиеся специалисты, инженеры, технологи, конструкторы. В край стартовал сезон дорожных работ. На каких федеральных трассах сегодня начали наносить свежую дорожную разметку? Хотелось бы обратить внимание водителей на то, что работает дорожная техника, что существует ограничение движения в местах производства работ. Варианты благоустройства левобережной набережной Несеев-Красноярске обсуждают жители города и архитекторы. Какие предложения поступают? Прогулка на набережной – это не просто какой-то досуг, это в некотором роде узнавание еще и того, где ты проводишь свою жизнь. Православные христиане готовятся к Пасхе. Сколько будут стоить продукты для праздничного стола и как организуют движение транспорта? Ориентировочно автобусы подойдут в 3 часа ночи по окончанию службы и в 3.20, значит, время отправления будет автобусов осуществляться. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Петр Толоконский отметил, что День космонавтики – это день национальной гордости, символ развития высоких технологий. Также глава региона вручил преподавателям знаки «Почетный работник сферы высшего образования России», почетные грамоты и благодарственные письма Министерства образования страны и губернатора Красноярского края. Я вас благодарю за эти большие результаты, за эти успехи, за эти добрые дела. И желаю вам так держать, желаю вам новых успехов, желаю, чтобы всегда наш университет был популярным среди молодежи, чтобы в него стремились поступить, чтобы здесь росли выдающиеся ученые, выдающиеся исследователи, выдающиеся специалисты, инженеры, технологи, конструкторы. Труды есть, достижения, может быть, еще скромные. Главное, что институт, который я возглавляю и насчет которого я отношу эту награду, и наш университет, конечно, вот здесь труды большие, и в этом смысле награда вполне заслуженная. Девиз нашего университета – «Пераспера Адастра» – «Через тернии к звездам». Вот мы, как можем, через тернии и к звездам и пробиваемся, ведем своих студентов, ведем наши научные исследования и все, что связано с подготовкой специалистов для космической отрасли. Краевому совету ветеранов исполнилось 30 лет в честь круглой даты. Сегодня прошел пленум, который собрал около сотни ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов со всего края. Участники собрания выбрали руководителей Краевого совета ветеранов, председателем остался Вадим Зинченко, а также подвели итоги работы за 30 лет и рассказали о ближайших планах. В частности, ветераны собираются активнее работать с молодежью по патриотическому воспитанию и выходить с конкретными предложениями к властям, которые помогут сделать жизнь пожилых людей лучше. В работе пленума принял участие губернатор Края. Он отметил, что благодаря активности ветеранских организаций были приняты многие краевые программы и законы. Но проблемы еще остаются, в том числе и в здравоохранении ЖКХ. По словам Виктора Толоконского, в ближайшее время он подпишет поручения по целому ряду направлений поддержки ветеранов. Также губернатор вручил благодарственные письма о знаке отличия края, другие награды активным членам Совета ветеранов края. Мы будем всячески поддерживать и мерами государственной бюджетной поддержки укреплять материальное положение ветеранов. Мы будем постоянно совершенствовать краевой закон о ветеранах. Он будет и совершенствоваться, обновляться по самым разным направлениям этой поддержки. Это будет и индексация субсидий, это будут и очень точные наши все действия по поддержке отдельных категорий ветеранов. На ближайший на этот год у нас планы достойно встретить 9 мая, прежде всего, 72-я годовщина Великой Отечественной войны. И постараться как можно больше, вернее лучше оздоровить оставшихся ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Сегодня их осталось 1500 человек. Самому молодому, ну я так грубо скажу, 95 лет. Сегодня краевая организация работает над тем, чтобы все-таки правительство Российской Федерации и все структуры присвоили городу Красноярску, город трудовой славы. На федеральных трассах края начали восстанавливать дорожную разметку после зимы. Сегодня спецтехника управления автодорог Байкал выехала на магистрали М53 и М54. В обновлении нуждается порядка 100 километров полотна. Завершить работы планируется до конца апреля. Также специалисты устраняют дефекты асфальтового покрытия путем ямочного ремонта. С наступлением круглосуточных положительных температур дорожники приступят к полномасштабным работам. Хотелось бы обратить внимание водителей на то, что работает дорожная техника, что существует ограничение движения в местах производства работ. В связи с этим необходимо быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следовать этой дорожно-знаковой информации. В Красноярском крае открыли третью паромную переправу через Енисей. Она находится в Енисейском районе на автодороге Мотыгина-Широкий лог. Как рассказали в управлении автомобильных дорог по краю, грузоподъемность парома 200 тонн. Продолжительность рейса составляет 30 минут. Расписание парома можно узнать по телефону, который сейчас на экране, а также на сайте управления. Отмечу, что паромные переправы также работают в Большимартинском районе на дороге Большой Контат-Преддивинск и в Казачинском районе на дороге Момотова-Широкого. В настоящий момент из 19 ледовых переправ, за которые отвечаем мы, которые действуют на территории Красноярского края, закрыты все без исключения. Где-то уже открываются паромные переправы, в частности, в Большимартинском районе, в Казачинском районе. Сегодня открылась паромная переправа возле населенного пункта Стрелка. Мы ожидаем, что к концу недели должно открыться движение парома на северо-енесейском направлении. В Красноярске стартовали обсуждение вариантов благоустройства набережной на левом берегу Енисей. Напомню, по федеральной программе Кровой Центр получил более 150 миллионов рублей из федерального регионального бюджетов на приведение в порядок того места отдыха, которое выберут горожане. Какие предложения поступили от архитекторов и общественников, расскажет Сергей Сеславян. Протяженность набережной Енисея в центральной части Красноярска от устья Качи до регистрационной палаты составляет более 4 километров. По федеральному проекту формирования современной городской среды благоустройство проведут на всем этом расстоянии. Главная идея проекта – создать единое пространство для отдыха. Сейчас, по мнению экспертов, набережная представляет набор разрозненных по своему назначению площадок, к тому же почти не связанных друг с другом транспортом. Сегодня мы имеем несколько разрозненных кусков с разным уровнем благоустроенности, на которые довольно сложно попасть горожанам из города, потому что довольно редко встречаются пешеходные переходы. Это самый пристальный взор, мы сейчас обращаем на инфраструктурные моменты, которые позволят эту доступность и связанность организовать. Главное отличие проекта формирования современной городской среды от других программ благоустройства – это вовлеченность горожан. Красноярцев сначала спрашивали, какое место отдыха они хотят привести в порядок прежде всего. Теперь инициативным горожанам и общественникам нужно определиться с деталями предстоящей работы. Что обеспечивает притяжение молодежи, что обеспечивает притяжение пожилых людей, что обеспечивает притяжение мамочек с детками. Вот это все нужно в обсуждениях выработать эти конкретные абсолютно предложения. От размышлений вообще нужно перейти к очень конкретным предложениям. Что и где мы хотим сделать. Среди предложений – посадка новых крупномерных деревьев, организация по всей протяженности набережной детских городков, спортивных площадок и спусков к воде. Есть даже идея по установке лифта, чтобы людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками было проще перемещаться с одного яруса на другой. Конечно же, этим список пожеланий не ограничивается. Не секрет, что Енисея – это вообще крупнейшая река, и хотелось бы, чтобы вокруг нее была отражена каким-то образом история города. Это вот мое основное пожелание, что прогулка на набережной – это не просто какой-то досуг, это в некотором роде узнавание еще и того, где ты проводишь свою жизнь. Обсуждения пройдут до 15 апреля на разных площадках города. Принять в них участие могут все желающие. Нужно только зарегистрироваться по телефону 223-0029 или отправить заявку на электронную почту. Сергей Сеславин, Павел Пателицын, Всеволод Никитин. Новости. Задержан виновный в разливе нефтепродуктов в Енисей в районе Минусинска. Напомню, накануне мы сообщали о том, что местные жители заметили на поверхности реки маслянистое пятно в районе села Топольки. Оно прошло несколько километров по течению. Власти приняли решение перекрыть шлюзы на дамбе, чтобы загрязнение не унесло в сторону города. В результате разыскных мероприятий полицейские задержали жителя Абакана. Он своими силами восстановил технику времен Великой Отечественной войны и попытался прокатиться на ней по побережью. Он проехал по берегу реки, застрял там. Из оборудования автомобильного, которое было сломано, в том числе у него была протечка бензобака, солярка вылилась в реку, из-за чего образовалось данное пятно. В настоящее время в отношении мужчины составлен индустративный протокол, ему грозит штраф около 2000 рублей. В Красноярске прошло выездное совещание, посвященное летнему отдыху школьников. Где и как будут проводить каникулы ваши дети, обсудим через несколько минут. Сегодня Эдхам Акбулатов провел выездное совещание по вопросам детского летнего отдыха «Свои двери для ребят откроют и загородные лагеря, и пришкольные площадки, и профильные центры». С подробностями Дина Володина. В этом году из краевого бюджета выделят порядка 1 миллиарда рублей на организацию детского летнего отдыха. Почти 115 тысяч школьников Красноярска и края смогут организованно отдохнуть на пришкольных площадках, загородных лагерях, либо в специальных центрах дошкольного образования. 63 загородных и 39 палаточных лагерей во всем регионе готовятся принять этим летом школьников. Стартует сезон уже 1 июня и завершится только 30 августа. Традиционно начинает работать наш загородный лагерь «Елочка». Основной изюминкой в этом году то, что пересмотрена воспитательная программа лагеря «Елочка». Планируется создание, на сегодняшний момент уже подписаны соглашения об открытии третьей смены для одаренных детей в разном направлении. То есть, прежде всего, конечно, идет основное – это математическое образование. Открывается лагерь для ребятишек, которые принимают участие в Олимпиадах. Также традиционно будет работать наш лагерь «Типсей» – палаточный лагерь для ребятишек, которые занимаются спортивным туризмом. Многие ребята края первый месяц лета проведут на пришкольных площадках. Экскурсии в театры и кинотеатры, познавательные мастер-классы, а для старшеклассников еще и программы углубленного изучения предметов. На нашей площадке ежегодно принимают участие порядка 140 детей. Значит, это всегда дети нашего образовательного учреждения. Значит, в этом году у нас есть нововведение по сравнению с прошлым учебным годом. Мы будем открывать площадку не только для детей младшего школьного и среднего школьного возраста, но также приглашаем ребят нашего 10-го специализированного класса математической направленности. То есть это будет группа в районе 15 человек. Для них будет организовано погружение по отдельным предметам с приглашением преподавателей высшей школы. В столице региона активно развивают еще одну форму летнего досуга. Центры дошкольного образования будут полноценно работать в Красноярске все три теплых месяца. В этом году более 34 тысяч красноярских школьников будут отдыхать. Отдыхать они будут как в загородных лагерях, так и в лагерях, которые находятся на территории города. Это, как правило, пришкольные лагеря и вот такие лагеря, которые организуются муниципальным центром «Твори гора». Это действительно очень важное направление работы, потому что здесь отдых образовательный, отдых, дающий новые какие-то знания, отдых увлекательный с точки зрения того, что это какие-то интересные занятия, интересные кружки. Для тех ребят, кто останется летом в городе, в этом центре предлагают много познавательного. Например, кружок авиамоделирования или столярная мастерская. На лето у меня такие планы. Сначала прыжок в лагерь, потом, ну, пока будет время, сюда с пацанами похожу, а потом к бабушке в деревню, в Хакасе. У нас точно будет работать мастерская дяди Женя. У нас будет в летнее время архитектурный проект. И в этом году мы затеваем с ребятами большое исследование, многонациональное, про то, какие есть традиции, какие есть точки силы у разных национальностей, которые живут в Красноярске. А у талантливых и одаренных школьников края есть возможность попасть в оздоровительные лагеря Крыма. Министерство образования региона планирует приобрести 170 путевок. Для одаренных детей организуются смены. Это лагерь «Орбита», это лагерь «Зеленые горки». Для особо одаренных детей действует программа, где дети смогут поехать в Крым. Там будут лагеря именно для одаренных детей. Путевки в Крым предоставляются детям на конкурсной основе. Вся информация о том, как сможет ребенок попасть в такой лагерь Крыма, размещена также на сайте krau.ru. Подать заявку на получение путевки в тот или иной лагерь можно до 15 апреля. Для этого родителям нужно только обратиться к директору школы, в которой учится их ребенок. Дина Володина, Андрей Крупнов, Всеволод Никитин. Новости. Эту тему продолжим обсуждать в прямом эфире. Многие родители, конечно, уже задумались над этим вопросом, какой же летний отдых выбрать для своего ребенка. Наталья Винокурова сейчас в студии. Она вот изучала ваши сообщения. Наташа, добрый вечер. С чего начнем? Добрый вечер, Ксения. Добрый вечер, телезрители. А вот начать я бы хотела как раз с вопроса к родителям. Детский школьный отдых в пригородных лагерях, либо в пришкольных лагерях – это все-таки вред или польза? Что можно поставить в противовес по каникулам с бабушкой в деревне или вот тут в городе? Или все-таки отправить ребенка, чтобы он научился чему-то новому, ну и в частности получил какие-то навыки? Напомню, что сейчас путевка в детский лагерь стоит около 17 тысяч рублей. Родители, как и прежде, не оплачивают всю эту сумму, только 30%, остальное – из краевого бюджета. Ну вот ваше мнение сегодня зачитаем в ближайшие 30 минут. А автору самых лучших предложений и аргументов мы подарим билеты в контактный зоопарк. Вот такой своеобразный досуг. Может быть, конечно, и до лета он дотянет, но лучше все-таки использовать пораньше. Ну и что же нам написали зрители? Одни из первых комментариев, которые мы сегодня получили в социальных сетях. Анна, конечно, стараемся с детьми выехать на море, но получается не всегда. Порой помогают родители, долгих им лет, замечает Анна. Мы с мужем работаем, они едут на море, берут внучек с собой. Это хорошо, когда есть такая возможность, и вообще есть возможность отдать и отдохнуть от детей бабушкам. И у бабушек есть возможность свозить детей на море. Ну и, конечно, дача. Как без нее? Воздух, свежие фрукты, ягоды свои, трудовая терапия, опять же, замечает Анна. В общем, стараемся максимально насытить каникулы детей поездками, чтобы они были подальше от города. Светлана, вот, Исканская, мальчишки у нее совсем маленькие. В этом году впервые со старшим приедем в Красноярск. Хочу сводить его в парк культуры. За парк опять-таки, театр, цирк. А так все отдыхаем в деревне у бабушки. И вот, Светлана, интересно ваше мнение. Мальчишки подрастут, согласились бы вы их отправить в детский лагерь? Или все-таки чего-то боитесь? Чего? Напишите нам 8 933-336-7172. Лучше позвоните в прямой эфир. 201-05-05, код города Красноярска, 391. Мирослав написал, у меня дочка спортсменка, так что все выходные у нее занимают сборы. С одной стороны, это здорово, не нужно ломать голову, чем занять ребенка. Зато, с другой стороны, каждые свободные выходные стараемся проводить всей семьей. Ездим к родственникам Назарова и Канск, сполняемся по Мани. Просто гуляем по городу, едим сладкую вату, мороженое, болтаем обо всем на свете. Лето – это ценные минуты близости с ребенком. Против этого, безусловно, не поспоришь. Марина, сыну всего 3 года, но уже стараюсь прививать ему любовь к активному отдыху. Зимой мы часто ходим на столбы, буквально каждые выходные. Ему это очень нравится, он готов прошагать гораздо больше, чем его папа. Вот Марина хвастается терпением своего сына. Еще сынишка очень любит зоопарк, особенно контактные, маленькие козочки, пони и прочие животные вызовут у него бурю восторга. Конечно, планы есть у всех, но тем не менее, все-таки напишите свое мнение относительно пришкольных лагерей и загородных, пригородных лагерей, так называемых, в которых отправляются дети на целую смену. И у родителей в одно и то же время есть возможность самим отдохнуть. И заняться своими делами, и от детей отдохнуть, и в принципе немножко отдохнуть, потому что все-таки дети требуют большого внимания. Елена написала, когда была маленькая, всегда мечтала о бабушке в деревне, но приходилось проводить каникулы в городе. О морях мы в советское время даже не мечтали. Своего ребенка начали возить на море в 3 года, и всегда это становилось праздником. На детских лагерях, я думаю, могут существовать, но не общие, а спортивные, например, или языковые, где ребенок точно проведет время с пользой. В Краснодарском крае, кстати, надо напомнить, что начался конкурс на путевки в Орленок и в Артек, но там есть очень сложная система. Можете застать на сайт краспутевка.рф, я вот там сегодня побывала. Можно отправить заявку с достижениями ребенка, ну и ждать, соответственно, что же примет решение какого комитета на Краснодарский крае всего 120 путевок. Ну что же, напомню еще раз, тема нашего обсуждения сегодня детские лагеря, школьные и пригородная польза или вред. Что можно поставить в противовес, и можно ли его поставить в противовес отдыху с бабушкой, например, или с родителями в отпуске. Ну а автор лучших комментариев получит у нас билеты в контактный зоопарк. Я с вами не прощаюсь, на время передаю слово своей коллеге Ксении Митрофановой, она продолжит вас знакомить с событиями сегодняшнего дня. Я сначала хотела тоже поделиться своим каким-то мнением, наверное, потому что у меня ребенок первоклашка, и мы пока вот решились на пришкольный лагерь, попробуем, посмотрим, потом смогу какую-то дать адекватную оценку этому. Ну а вообще относительно лагерей, где вот едут дети на смену на целую, на 20-21 день, ты бы была готова расстаться с ребенком на 20 дней? Вот пока вот сложно мне это так принять, пока, видимо, маленькая. Может быть, когда я буду видеть, что она готова постоять за себя, уверенность в ней, что вот она стала более самостоятельной, наверное, я решусь на такой шаг. Пока рано на эту тему, но пока вот решилась на пришкольный лагерь. Тоже хорошо. Вот надо начинать, да. Спасибо, Ксения. Ну что, мы продолжим через несколько минут, и эту тему тоже будем обсуждать далее. Красноярские хирурги осваивают операции по установке клапана сердца нового поколения. Кто из заграничных коллег делится с ними опытом? Расскажем далее. Сотрудник службы судебных приставов спас жизнь человеку. Происшествие случилось в Лесосибирске. Водитель ведомства Сергей Родионов находился в гараже, откуда хорошо просматривается берег Енисея. В этот момент он увидел у кромки льда человека. Тот ушел под лед, и Сергей тут же бросился на помощь. Оказалось, что молодой мужчина пытался покончить жизнь самоубийством. Он долго не шел на контакт, а потом признался, что хочет свести счеты с жизнью из-за предательства близкого человека. Тем временем его спаситель убеждал, что это не выход. Просил снять мокрую одежду и уговаривал вернуться на берег. В одно из мгновений Сергей буквально подхватил бедолагу и вытащил его на сушу. А после вызвал полицию и медиков. Пострадавшему вскоре по сообщению Сергея прибыли представители правоохранительных органов, спасатели и медики. И все отметили высококачественные и высокопрофессиональные действия нашего сотрудника. Поскольку именно эти действия позволили, во-первых, сохранить человеку жизнь и здоровье. И уберечь его от огромной-огромной беды. В Красноярск приехал ведущий кардиохирург из Германии для обмена опытом. Он показал врачам из сердечно-сосудистого центра, как пришивать клапан нового поколения. Наши кардиохирурги говорят, подобные операции у нас проводят, но используют предыдущую модель клапана. Екатерина Погорелова расскажет подробности. Сейчас наложены швы через манжетку имплантируемого протеза. И в следующий момент клапан погружается вниз и имплантируется. Это сердце свиньи. По размеру и строению оно очень похоже на человеческое. Поэтому врачи для наглядности проводят мастер-класс именно на нем. Операция по установке механического или биологического клапана не уникальна. Но медицинские технологии постоянно совершенствуются. И совсем недавно появился новый биологический клапан, который сделан из титановых пластинок и тканей животных. И если с предыдущими моделями наши врачи знакомы, то это увидят впервые. Каждое движение хирург из Германии сопровождает подробным объяснением. Важно правильно его установить и закрепить. В мировой практике, как в Европе, так и в Северной Америке, хирурги и кардиологи склоняются и идут в направлении именно использования биологических протезов. У биологических протезов есть одна незначительная такая определяющая проблема. Это долговечность этих клапанов. Если говорить о механических клапанах, они служат всегда, там, 50-100 лет. Этот клапан всегда можно заменить, если кончится срок годности. Причем делают это и без вскрытия грудной клетки. Также он по своим характеристикам максимально приближен к человеческому. После мастер-класса кардиохирурги сердечно-сосудистого центра начали применять новые знания на практике. У каждого только одна попытка. Ежегодно в Красноярском сердечно-сосудистом центре делают до 350 операций по замене клапана. И в планах врачей внедрять новую модель в сердце пациентов уже в этом году. Потребность в биологическом протезировании на сегодняшний момент достаточно большая. Клапан биологическое протезирование востребовано. Прежде всего, по современным рекомендациям, это пациенты старше 60-65 лет. И по настоянию пациента, по личному желанию. То есть пациенты к нам уже приходят, как правило, подготовленные. То есть они уже какую-то информацию из интернета подчеркнули. И пациенты молодого возраста, которые ведут активный образ жизни, которые хотят, чтобы им был имплантирован биологический клапан. Профессор из Германии отметил, что технологии, которые были актуальны еще 15 лет назад, сейчас в хирургической практике устарели. Современные медицины развиваются ускоренными темпами. Екатерина Погоревова, Алексей Гусев, Новости. Мы продолжаем обсуждать детский летний отдых. В студии по-прежнему Наталья Винокурова. Наташа, а тебя родители отправляли в летние лагеря? Какие воспоминания? У меня на самом деле о лагерях детских самые хорошие воспоминания. Я была в них много и часто была в спортивной смене. И в обычной, помню, отряд девочек и мальчиков была такая практика. В моем детстве, по крайней мере. Ну и в дисциплинах, в принципе, я могу сказать, и чисто от себя исключительно, никому не навязывая свое мнение, что мне кажется, детский лагерь идет детям на пользу. Потому что все-таки дети учатся коммуницировать с разными детьми, и с вожатыми, в том числе и с взрослыми, и так далее. И досуг был достаточно организован. Я бы не сказала, что детский лагерь – это вред. Поэтому, ну, и не хочется услышать ваше мнение. Как вы считаете, больше вреда или пользы в таком досуге? И вот мне подсказывают, как раз у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, и расскажите ваше мнение. Как вы думаете, лучше оставлять детей с бабушками, если есть такая возможность, ну или с родителями рядом с собой? Или все-таки давать некую свободу и отправлять в детский лагерь ребятишек? Здравствуйте, меня зовут Виталия. Я считаю, что все-таки дети должны быть организованы. Виталия, а с чьей помощи организованы они? Все-таки с родителями? Или родителям тоже нужно отдохнуть и предоставить воспитателям, педагогам возможность проявить свои навыки? У меня двое сыновей, и я организую свой отдых детей своих за городный лагерь и с дневным пребыванием на базе спортивной школы. То есть один старший ребенок пойдет в загородный лагерь, помладший, который второклассник, он пойдет на базу спортивной школы. Вы не скучаете в это время, пока дети, там сколько, смена 21 день примерно длится? Какие у вас, как у мамы, возникают ощущения? Первый опыт у нас был в прошлом году, когда я отправила ребенка, очень волновалась. Вы знаете, когда я приезжала к его попроведовать, он говорит, «Мама, ну у меня все прекрасно, мне очень нравится, коллектив отличный, питание хорошее, у меня все хорошо, не волнуйся». Я очень рада за своего ребенка, что есть такая возможность у нас у родителей отправить в загородные лагеря. Я считаю, как бы это уникальная возможность у каждого из нас. Важно и нужно. Спасибо большое, Виталия, вам за звонок. Вот одно из мнений. Мама, два ребятишек, отправляет в детский лагерь с прошлого года. Насколько я поняла, что опыт достаточно удачный и положительный. Можно последовать ее примеру. У нас еще есть несколько комментариев. Вот от Ирины. Ребенок мечтает попасть в Артек. Для нашей семьи, как и думает большинство, это очень сложно купить путевку в лагерь «Легенда», но дочка не теряет надежды. Недавно она узнала, что Артек проводит конкурс сочинений. Вот мы написали, и победитель получит желанную путевку. Теперь мы ждем результатов. Ирина, мы вам желаем все-таки получить отличные вести из Артека. Ну а у всех родителей сегодня интересуемся детский лагерь, вред или польза. Давать ли человек, маленькому человеку свободу от школы, от уроков? Либо все-таки присматривать за ним и оставлять с бабушками, либо рядом с собой. Что вы думаете по этому поводу? 8-933-336-71-72. Или можно позвонить в прямой эфир 201-05-05. Код города Краснодарская 391. Ну а за самое лучшее и интересное мнение и аргументы мы подарим билеты в контактный зоопарк. Передаю слово своей коллеге Ксении Митрофановой. Она расскажет, чем еще вторник запомнится, какими событиями. Спасибо, Наташа. Да, у нас еще много всего интересного. Красноярские статистики посчитали стоимость праздничного пасхального стола. Так, творог обойдется почти в 400 рублей за килограмм, сливочное масло чуть больше 500 рублей за килограмм. Яйца, сахар и молоко стоят примерно одинаково, порядка 50 рублей. Посчитали эксперты и стоимость различных видов мяса за килограмм. Говядина в среднем 430 рублей, свинина 380, курица 150. Рыба лососевых пород 730 рублей за килограмм. А средняя стоимость Кагора составляет 520 рублей за литр. Средняя стоимость пасхального стола, по расчетам специалистов Крайстата, таким образом составляет около 3000 рублей. А в пасхальную ночь по Красноярску будут курсировать бесплатные автобусы. Движение организуют по пяти маршрутам. Два из них поедут от Храма Рождества Христова по кругу по правому берегу. Еще два повезут людей от этой церкви на левый берег. По одному в сторону Солнечного Ветлужанки. Отдельный маршрут пустят от Свято-Успенского монастыря, от поселка Удачный, на право берега. Напомню, автобусы будут возить людей бесплатно. И всю информацию можно уточнить по телефону 256-8400 и на сайте администрации города. Ориентировочно автобусы подойдут в 3 часа ночи по окончанию службы. И в 3.20, значит, время отправления будет автобусов осуществляться. Сегодня в крае почтили память узников фашистских концлагерей. В Красноярском музее «Мемориал Победы» прошел митинг, посвященный памятной дате. Именно 11 апреля 1945 года восстались заключенного Бухенвальда. В Бухенвальдский набат по площади прошли бывшие малолетние узники лагерей смерти, проживающие в Советском районе. В память о погибших в нацистских застенках, в память о воинах-освободителях красноярцы возложили живые цветы к вечному огню. Митинг по многолетней традиции провели ученики школы номер 108. Старшеклассники подготовили концертную программу. Кульминации праздника учащиеся младших классов запустили в небо белых голубей, символ мира и добра. О непокоренной узнике вспоминали день освобождения из лагерей смерти. Командир одумался и говорит, люди, мы вас освободили, вы поедете домой, в Россию. Ну и стали доставать из карманов шоколадки. Он подошел ко мне и говорит, на, ты маленькая, она помогает. А я ему сказала, дяденька, а можно кусочек хлеба? Не надо мне шоколадку. Вот это я на всю жизнь запомнила. Мчатся танки с красными звездочками, а на башенках этих танков, солдатики и на пилотках у них тоже красные звездочки. Радость непередаваемая. Ладошки худые хлопали. Мы радовались, плакали. Это была наша победа. Хоккеисты Красноярского «Сокола» провели мастер-класс для воспитанников детского дома. Чему ребята научились за час тренировки, расскажем далее. Детский летний отдых. Сегодня мы обсуждаем в прямом эфире. И я вновь передаю слово Наталье Винокуровой. Спасибо, Ксения. Вот читаю ваше сообщение. И немножко завидую. Хочется снова стать ребенком, потому что вот Анна написала отличные планы на лето. Мы с своим ребенком поедем на море, думая на Черное, в Анапу. Также планируем на второй сезон съездить в загородный лагерь. Если, конечно, получится взять путевку в школе, но все для этого делаем. Но как тут не позавидуешь ребятишкам? Родители ответственные. Все за них придумали. Осталось только собрать ее в кучу и, собственно, выполнять их план действий. Мне подсказывают, что есть вроде как у нас звоночек в студию. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите свои отношения об отдыхе в детских лагерях. Пришкольных и пригородных. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Здравствуйте, Елена. Расскажите, что вы думаете по поводу отдыха, организованного родителями для детей в летние каникулы? Ну, я думаю, что каждый организовывает так, как посчитает нужным. Кто-то уезжает далеко, кто-то уезжает... Ой, кто-то организовывает отдых на месте, на своих территориях. А вы как поступаете, Лена? Мы очень много работаем зимой в плане творчества, в плане лидерских отношений, в плане молодежной политики. И поэтому наши дети участвуют в таких лагерях, как Тим Юниор. Из-за своей заслуги они выезжают в Орленок. Ну, вот разные смены на творческие, на лидерские. Да, спасибо большое, Елена. Вот такое мнение. Уверена она, что Лена, наша телезрительница, что нужно все-таки отправлять ребятишек и организовывать. Еще два комментария, постараюсь быстренько их прочитать. Веселова Анна, старшей дочери, 10 лет 4 класса, 1 класса, отдыхаем в летом и в пришкольном лагере, и в загородных. Только хорошие впечатления у меня, отличный опыт разлуки, положительный и восприятие у ребенка. И от Юлии пришла сама я за лето, успевала отдохнуть аж дважды в разных лагерях. Было здорово и весело. Еще и последние были события, которые единственное, что насторожили меня как родительница. А так только хорошие и положительные впечатления о летних детском лагере. И хотелось бы вручить все-таки эти два билетика в контактный зоопарк, два приглашения. У нас получает Анна, постоянная наша телезрительница, всегда отписывается. Это как раз, свяжитесь с нами, пожалуйста, по телефону 233 11 66. Можете сразу приехать на остров отдыха 10, строение 1 и забрать свои пригласительные в контактный зоопарк. Я напомню, что в больших новостях в 20.30 мы ежедневно обсуждаем с вами какие-то интересные и важные вопросы. На этом моя студия сегодня завершена, и я передаю слово Ксении Митрофановой. Ну, а моя работа пока еще продолжается. Хоккеисты Сокола провели мастер-класс для воспитанников детского дома имени Хазрета Савмена. Мероприятие прошло на льду арены Север. Целый час мальчишки из детдома катали змейкой, спиной вперед, отрабатывали комбинации, с удовольствием выполняли все задания профессиональных спортсменов. Также ребята приняли участие в микроматчах с хоккеистами, после чего получили фотографии и автографы. Я очень люблю детей, заниматься с ними, возиться. Получил большое удовольствие. Дети детского дома больше старательные, прилежные, слушают больше и, наверное, скорее всего, не выполняют, не задают лишних вопросов, а они стараются впитать себя намного больше, чем, наверное, дети простые. Вначале мы тренировались с игроками сокола и рысей, потом начали играть. Упражнения были серьезные, мы не успевали, но потом вроде бы все хорошо было. А мы начинаем серию сюжетов о новых героях проекта «Наши дети». И сегодня мы расскажем о Карине. Эта девочка серьезно занимается английским языком, репетирует публичные выступления, и,ными словами, делает все, чтобы стать хорошим волонтером. Смотрим. Берегите своих детей, их за шалости не ругайте. Зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Карина читает трогательное стихотворение. Выступать перед публикой девушки не впервой. Страха сцены нет. Более того, ей довелось даже выступать в роли ведущей мероприятий. У нее множество различных хобби. А самая большая мечта – попасть на универсиаду, чтобы познакомиться с людьми со всего мира. Карина уже представляет себе, каким должен быть волонтер. Обязательно должно быть добро, понимание. Всегда должно прийти на помощь, если вдруг трудная минута. Ну и просто веселый, энергичный. И, конечно, волонтер обязательно должен свободно общаться на английском. Сейчас Карина занимается с преподавателем. Первой целью было подтянуть школьную программу. Теперь же девочка мечтает достигнуть такого уровня, чтобы уметь объясняться с иностранцами. Мы когда первый раз с Кариной встретились, я говорю, Карин, ну как бы все серьезно. Если ты берешь на себя ответственность заниматься, мы будем заниматься. И она показала, что она готова и хочет. Ну, английский школьнич, куда он? И она сказала, что готова и хочет. И когда мне вчера позвонила и сказала, что ее берут в проект, я думаю, ну это прям по ней. Прямо по ней. То есть энергии много, девочка целестремленно, ответственная очень. В детском доме, где воспитывается Карина, за нее очень переживают. Впереди большой путь. Но воспитатели уверены, что девочке все по плечу. И рассчитывают, что работа на универсиаде очень поможет ей в жизни. Будет иметь возможность познакомиться с новыми людьми, найти новых друзей. Приобрести, наверное, какие-то навыки коммуникации с новыми людьми. У нее будет какое-то свое самоопределение. Она определится в профессиональную, у нас выпускница. Значит, может самоопределиться, куда она пойдет дальше. Может, даже способствует ее какому-то профессиональному выбору. Впереди у Карины и других участников проекта еще немало испытаний. И все для того, чтобы доказать, они достойны этой большой чести, стать волонтерами универсиады. Анна Московских, Новости. При поддержке Красцветмета. На этом наш выпуск завершен. Через пару минут прогноз погоды. Прямо сейчас немного интересной и актуальной информации. Я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok